Вообще реклама — это форма не личной коммуникации, а когда компания хочет привлечь внимание к объекту продвижения. Причем объектом продвижения может выступать абсолютно все, что угодно. Это может быть товар, это может быть услуга, это может быть какое-то мероприятие, даже какая-то территория. И, безусловно, если мы сравниваем рекламу и какие-то другие формы коммуникации, то тремя отличительными чертами именно рекламы являются первое — то, что она платная, второе — то, что реклама всегда ограничена во времени, ну и, собственно, это связано с первым пунктом, потому что она платная, и третье — реклама нацелена на какой-то определенный результат. И, как правило, этот результат связан с увеличением продаж. Мне кажется, это совершенно интересно будет отметить момент, когда все-таки реклама становится регулируемой, когда она становится платной, как вы отметили, и когда у нее появляется хронометраж. Возможно, в мире, как в мире, так и в России. В России, если я не ошибаюсь, 2006 год — закон по рекламе. Здесь, безусловно, нужно отделить историю российскую и, соответственно, историю мировую. У нас в России реклама регулируется специальным ФЗ, он так и называется, ФЗ о рекламе. Ну и там, например, соответственно, прописаны интересные моменты, связанные с тем, какая реклама считается этичной, а какая неэтичной. Ну, соответственно, да, в других странах это регулируется по-другому. Я думаю, что у нас достаточно поздно был принят этот закон. Относительно, допустим, европейских стран, что послужило главной причиной к урегулированию процессов, связанных с рекламой? На самом деле, это довольно большая ошибка считать, что в советские времена не было рекламы. Была. Конечно, она была, да, может быть, не в том формате, в котором мы привыкли видеть ее в рыночной экономике, но тем не менее. Если мы говорим, например, про формирование современных пиар-агентств и рекламных агентств, то это конец 80-х годов. И более того, некоторые из них даже существуют до сих пор. Вот, и, конечно, безусловно, интересно смотреть, как вся эта сфера развивалась у нас в России. И, например, такая профессия, как рекламщик, она появилась первой. Вот, в отличие, например, от специальности связи с общественностью. В реестр профессии связи с общественностью были внесены только в 2003 году. Насколько я знаю, преимущественно, так как не было долгое время рекламных агентств, и, в принципе, эта индустрия была не развита какое-то время, видимо, до 80-х годов, снимали рекламу в основном режиссеры, киносценаристы. Поэтому, не знаю, мне кажется, что это удивительно. Как так получалось, что именно киносфера стала заниматься этим? Действительно, рекламу в России впервые начали снимать именно кинорежиссеры. И я думаю, что наши слушатели, наши зрители, они в курсе, например, про то, что Тимур Бекмамбетов, например, снимал в 90-е годы очень много рекламы. И это была действительно реклама запоминающаяся, и многие моего поколения и старшие, они могут вспомнить эти ролики даже сейчас. Естественно, специфика была связана с тем, что не так много было специалистов, которые могли этим заниматься. И рынок товаров не был перенасыщен. Поэтому, собственно, можно было действительно снимать и показывать по телевизору длинные ролики длительностью по минуте. Сейчас это, конечно, уже представить практически невозможно. Мне кажется, есть смысл, наверное, нам вернуться к общим характеристикам рекламы. Интересные будут достаточно функции, на мой взгляд. Так как они все-таки, как я понимаю, менялись, их огромный спектр, я думаю, что самый главный уже давно не является лишь осветить товар или услугу. Вот когда это началось? И, может быть, как это все, в принципе, менялось? Какие функции добавлялись со временем? На самом деле у рекламы две основные задачи. Первая – это сформировать осведомленность о товаре. То есть наш потенциальный покупатель просто знает, что данный товар, данный бренд, он есть на рынке. И вторая главная задача – это, конечно же, увеличить продажи, чтобы человек понял, что он страшно нуждается в этом товаре, и, соответственно, пошел и купил его. Но, например, в 1906 году появилась такая разновидность рекламы, как социальная реклама. И целью социальной рекламы не являются продажи, она полностью не коммерческая. Целью является изменение поведения, изменение отношений. И вот первая социальная реклама, она как раз была связана с тем, что пытались обратить внимание общественности на Ниагарский водопад, и то, что энергетические компании, они наносят ему большой урон, большой вред. Такой вопрос. Бывают ли случаи, когда социальную рекламу с классической можно спутать, или когда они взаимодополняют друг друга, когда связаны, может быть, превращены в одну, скажем так, обе эти функции заключают в себе? Обычно социальную рекламу видно сразу, потому что она нацелена на какие-то общественно значимые проблемы. Ну, например, борьба с курением, борьба с алкоголизмом, борьба с загрязнением окружающей среды. У такого вида коммуникаций нет конкретного бенефициара. То есть мы не можем сказать, что в этом заинтересована компания А или компания Б. Как правило, такую рекламу, конечно же, делают государственные органы. То есть получается, что с самого начала, кстати, про самое начало, я думаю, тоже интересно будет сейчас поговорить, только с 20 века у нас появляется, скажем, новая наполненность понятия рекламы, социальная реклама в том числе, а до того все-таки самым главным являлось именно показать, что есть товар, прорекламировать. Когда вообще это все началось? Давайте с самого начала. Мне очень интересно, несло ли это в себе что-то иное? Или опять же все просто началось с того, что нам нужно осветить какую-то тему или какое-то мероприятие, например, рыцарские бои или гладиаторские бои, если еще раньше смотреть? Если посмотреть на историю рекламы, то, конечно же, ее истоки можно найти еще в Древнем Египте, это период до нашей эры. Но, конечно же, мы можем обсуждать и глашаты, в которые ходили, рассказывали о чем-то, и многие такие другие вещи. Но интереснее, конечно, говорить про современную рекламу, потому что современная реклама, она целиком и полностью связана с развитием научно-технического прогресса. Вот если мы, например, возьмем 15 век, 1440 год, когда в Германии Гутенберг изобретает первый печатный станок. Это, естественно, дает толчок к развитию печатной рекламы. Именно, собственно, с нее мы и можем начать отсчет современной рекламы. Дальше, собственно, начало 19 века – это, в нашем понимании, уже современная наружная реклама, когда мы видим, например, какие-то объявления на транспорте. Или, например, тоже один из вариантов наружной рекламы, так называемый «сэндвичмен», это как «человек-бутерброд», как мы по-русски говорим, когда у тебя реклама надета непосредственно на тебя. Ну и конец 19-го, начало 20-го века – это, безусловно, бурный рост, бурное развитие рекламы, потому что появляются различные технические новшества. Ну, например, в 1903 году мы можем увидеть рекламу на авиатранспорте. В небе Лондона летел дирижабль, на котором, соответственно, была реклама. Случилось очень красиво. Да. В 1939 году появилась первая реклама по телевизору. Причем это выглядело очень интересно, совершенно не так, как мы видим по телевизору сейчас. Показывались картинки с товаром. Причем первыми рекламируемыми товарами по телевизору было масло и мыло. Соответственно, зрителю показывалась картинка, а за кадром диктор просто рассказывал, зачитывал что-то про этот товар. У меня следующий вопрос по поводу как раз развития рекламы, и, пожалуй, здесь стоит перейти на рекламное дело, уже немного поговорить о нем. Когда у нас индустрия рекламная выделяется в качестве самостоятельной, что этому послужило, соответственно, причиной? Я предполагаю, что это 19 век в России, если смотреть в России, но в целом мне было бы интересно узнать. Я бы, наверное, связала выделение рекламы в какую-то отдельную индустрию с моментом появления первых рекламных агентств. И если мы возьмем, опять же, мировую историю, то это конец 18 века, когда в Англии появилась компания, которая фактически предоставляла посреднические услуги между типографией и, собственно, заказчиком. Ну и, соответственно, с этого момента мы можем сказать, что да, действительно начала формироваться, выделяться эта рекламная сфера. Каким образом можно связать, и вообще связана, на самом деле, реклама с юмором, соответственно? Мне очень интересует момент с карикатурами, популярность которых возрастает в 18-19 веке особенно. Конечно, нам всем известны, я думаю, политические, политизированные карикатуры, но вот насколько это часто поменялось в рекламе, насколько это было успешно, подняло ли это, соответственно, интерес к товарам или к мероприятиям? Использование юмора в рекламе – это, безусловно, очень такая интересная тема, потому что, как вы абсолютно верно заметили, можно увидеть юмор в рекламе и 100 лет назад, и 200 лет назад. Здесь, скорее, знаете, что важно? Соблюдение трех важных правил. Первое. Юмор в рекламе должен быть очень таким коротким и емким. Желательно, чтобы это быстро запомнилось и вышло в обиход, чтобы люди начали это в повседневной жизни как-то упоминать, использовать. Второе правило. Юмор в рекламе, безусловно, не должен быть каким-то плоским и пошлым, потому что это за гранью, это людей начинает раздражать, это не нравится. И что еще тоже важно, юмор не должен быть направлен на потребителя, на потенциального покупателя. Ни в коем случае нельзя его высмеивать. То есть это должен быть юмор – посмеяться вместе. А вообще, если мы посмотрим на психологию рекламы, то еще Карл Юнг выделил различные архетипы. И один из архетипов, который очень часто используется в рекламе и в маркетинге – это архетип шута. И я думаю, что вы знаете компанию Aviasales. Конечно. Это компания, которая в чистом виде следует во всех своих рекламных коммуникациях архетипу шута. Если вы посмотрите, что они делали все это время, всю историю компании, они использовали юмор в различных его видах. Я помню из своего детства еще такие достаточно продолжительные, как мне казалось в тот момент, рекламные вставки между фильмами, ну или в течение показа кино, соответственно. И если я не ошибаюсь, там постоянно рекламировались моющие средства, очень много было рекламы памперсов и мыла, и чего только не было. И у меня еще с тех пор остался вопрос, насколько это было действительно востребовано, востребовано, насколько люди действительно покупали больше этих товаров, которые они видели просто в промежутке между показом кино. Вы знаете, воздействие рекламы условно 10 лет назад, 15-20 и сейчас – это две большие разницы. Если 15-20 лет назад реклама действительно могла сподвигнуть человека срочно бежать в магазин и покупать этот товар, то сейчас, безусловно, покупатели стали гораздо более избалованными. Они уже понимают, что у них есть выбор. И, конечно же, реклама сейчас не действует на них так, как условных 15-20 лет назад. Но, тем не менее, если говорить про психологическое воздействие рекламы, то различные психологические приемы в рекламе очень активно используются. Есть смысл перейти к такому явлению, как product placement. Очень интересует, меня, я думаю, заинтересует наших зрителей вопрос о связи таких вещей и данного явления конкретно с искусством, в принципе. Так как, соответственно, у нас сегодня люди достаточно, как вы сказали, очень верное слово, пресыщены, возможно, рекламой, даже я бы так объяснила. И сейчас они хотят, пожалуй, видеть больше. И нужно гораздо больше техник для того, чтобы заинтересовать, соответственно, потенциального покупателя или человека, который будет пользоваться услугой. И product placement, возможно, одна из наиболее успешных таких техник, которая применяется. Что это вообще такое? Да, давайте начнем вообще, в принципе, с того, что такое product placement. Product placement – это одна из разновидностей рекламы. И я бы даже сказала, это разновидность нативной рекламы. Да, нативной, то есть естественной. Ту, которую мы не сразу замечаем. И если мы говорим про product placement, то сейчас он проник абсолютно во все сферы. Мы можем увидеть product placement в книгах, конечно же, в фильмах, в компьютерных играх. И даже в клипах музыкальных мы тоже можем увидеть и даже услышать в текстах этот самый product placement. Если же мы посмотрим на историю появления product placement и его развития, то такой значимый момент – это 1882 год, когда Эдуард Моне, не путать с Моне, нарисовал картину, которая называется «Бар Фали Бержер». Да. И на этой картине изображена девушка, которая стоит за стойкой бара, и слева и справа от нее стоят различные бутылки. Вот. И на нескольких бутылках четко виден товарный знак в виде красного треугольника. И мы прекрасно знаем, что это за бренд. Вот. И компания до сих пор гордится тем, что, соответственно, ее история так много лет насчитывает, и что их бренд был изображен на картине самого Эдуарда Моне. И вот, в принципе, исследователи, да, они считают, что это один из первых вариантов проявления product placement в изобразительном искусстве. Вот. И дальше, естественно, product placement начал перекочевывать во многие другие сферы. А на вопрос, связанный как раз-таки с этой картиной, насколько доказано действительно, что Моне заплатили за то, чтобы он прорекламировал пиво, получается, эль британский, или все-таки это еще не доказано? Ну, вот просто компания действительно гордится, что вот так вот для реалистичности он решил добавить этот напиток на свою картину. Доказано это или нет? Ну, никаких документов, да, там, условно, там, чека или расписки не сохранилось. Вот. Если вдруг они всплывут когда-нибудь, да, то это будет доказано. А сейчас, безусловно, исследователи просто предполагают, да, что все-таки это была проплаченная форма коммуникации. Собственно, именно поэтому бренд и до сих пор об этом вспоминает. Я думаю, что интересно обратить внимание на кинематограф в данном случае. И всеми любимые, по крайней мере, многими любимая точно, Бондиана, она буквально в каждом фильме, едва ли не в каждой титульной песне, нам рассказывает о каких-то товарах, услугах, возможно, одежде в любом случае. Можно ли что-то про это узнать? Да, конечно, я с удовольствием расскажу, потому что это очень интересная история. На самом деле, да, когда братья Люмьер начали снимать свои первые фильмы, они не могли найти реквизит. Вот. Было очень сложно с этим совсем. И они обращались напрямую в компании и просили какую-то там, не знаю, мебель, одежду, еще что-то, предметы интерьера. И не всякая компания вообще понимала, насколько это перспективно в будущем. Вот. И некоторые даже отказывали, говорили, что нет, мы вам никакой реквизит, никакой наш товар не предоставим. Но потом, вот если мы, да, перейдем как раз к вашему вопросу в Бондиане, компании поняли, насколько это действительно рабочий, действенный инструмент. И даже начали спонсировать фильмы, да. Если мы возьмем один из фильмов Бондианы, который называется «Бриллианты навсегда», то, собственно, часть бюджета этого фильма была сформирована компанией De Beers, которая известна как раз добычей бриллиантов. Вот. Поэтому, естественно, и название фильма, и то, что бриллианты там все время фигурируют, это, безусловно, отсылка к этой компании. И это способ вот такого нативного продвижения через кино. Если я не ошибаюсь, после данной компании «Бриллиант» стал просто-таки главным подарком к свадьбе или на помолвку, как раз-таки для невесты. Это связано действительно или это просто слух? Если мы говорим про компанию De Beers, да, и то, как она вообще популяризировала бриллианты или ювелирные украшения, то это вообще отдельная интересная история. Потому что в период Великой депрессии, конечно же, основной фокус людей был вовсе не на украшения ювелирные. И, конечно же, компании хотелось как-то поспособствовать увеличению продаж. И именно тогда была придумана идея, что мужчина должен дарить женщине, собственно, не одно кольцо, а два. То есть первое – это обозначение своих намерений, серьезных. И, соответственно, второе кольцо – это уже непосредственно на свадьбу. Поэтому компания De Beers – это такие вот прирожденные маркетологи. Реклама может считаться только то, что, соответственно, спонсируется определенным образом. Но существует ли стихийный продакт-плейсмент, если так можно сказать? Например, в одном из фильмов как раз-таки про Джеймса Бонда, в «Скайфолле», в «Кординатах Skyfall», если я не ошибаюсь, он встречается со своим техническим помощником, который ему производит оружие, соответственно, новые какие-то последние новинки техники, скажем так, ему передает. Встречается с ним в Национальной галерее Лондона. И напротив определенной картины это место, насколько оно стало популярным после того, как фильм вышел в прокат. И я, конечно, не знаю, насколько это стихийно. Может быть, Национальная галерея тоже как-то вложилась в этот момент. Но вот интересно узнать, существует ли что-то, что можно назвать продакт-плейсментом, но что не планировалось, на самом деле, как он. Я поняла вопрос. Он тоже очень интересный, потому что в случае с продакт-плейсментом, опять же, как и в случае с картиной Мане, мы не всегда знаем, действительно это было оплачено или нет. И я бы хотела привести как раз пример, который может быть иллюстрацией того, что вы назвали стихийным продакт-плейсментом. Всем известный фильм «Служебный роман». Если вы помните, значит, один из главных героев, Самохвалов, пытается подружиться с секретаршей, которой играет Лея Хиджакова. И как он с ней пытается подружиться? Он ей дарит сигареты Мальбора, целую упаковку. Вот. И, естественно, это все попадает в кадр, все это крупно видно. И является ли это продакт-плейсментом? Да. Было ли это проплачено? Вряд ли. Вряд ли компания Мальбора в какие-то там, не знаю, 70-е, 80-е годы в Советском Союзе заплатила режиссеру фирмы Ирадарию Розанову. Я очень в этом сомневаюсь. Мне кажется, что сейчас самое... Время как раз таки перейти к психологической части. Почему реклама на нас так влияет? Но я, пожалуй, начну, наверное, с частного примера, потому что меня он поразил буквально. В феврале состоялся супербол небезызвестный, в промежутке выступала небезызвестная Риана. И как только где-то, наверное, в середине своего выступления она достала пудру своего бренда, и поисковой запрос стал увеличиваться в разы в интернете. То есть в поиске этой пудры еще до того, как Риана закончила петь, в принципе. И мне очень интересно, как же так функционирует наша психика, наш организм, что человек, увидев, ну, пускай фанат, хорошо, но увидев какую-то вещь в руках у любимого исполнителя, он не может дождаться окончания выступления, он начинает искать, что такое нас цепляет в этот момент так сильно с психологической точки зрения. Здесь на самом деле две очень интересные темы затронуты. Первая история – это, собственно, как мы потребляем контент сейчас. Молодое поколение, оно склонно использовать два экрана. И, собственно, это так и называется – эффект двух экранов. То есть когда человек смотрит телевизор, или, не знаю, какую-то передачу на ноутбуке, если его что-то заинтересовало, он сразу же берет, не знаю, планшет, смартфон и ищет параллельно, смотря, соответственно, эту самую передачу или фильм. Поэтому, конечно же, когда Риана достала эту самую пудру своего бренда, многие бросились в интернет искать, что же это за бренд. Если брать конкретно вот этот пример с Рианой и ее выступлением на Супербулле, то это, безусловно, пример нативной рекламы, потому что это все было сделано максимально естественно. То есть никто не кричал в кадре – это лучшая пудра, приходи, покупай, стоит столько-то. Все это было, все это выглядело так, как будто бы это часть перформанса. Поэтому здесь, безусловно, и самой Риане, и вообще организаторам большой респект, потому что действительно поисковые запросы по бренду Fenty Beauty выросли на 833%. Это очень много. Как люди поняли, наверное, в какой момент это, наверное, сложно определить, как люди поняли, что это действительно работает настолько эффективно, что это стоит до того, чтобы вкладываться в это, придумывать технологии, превратить это в индустрию? Почему все-таки целиком, если в целом взять всю рекламу любых ее видов, можно сказать, что она до сих пор на нас действительно влияет? На самом деле, если мы говорим про именно нативную рекламу, то она как раз появилась в ответ на то, что стандартная реклама стала плохо работать. То есть человек научился блокировать то, что он видит в промежутках между передачами, передачами, на билбордах, когда идет по улице или едет на машине. Нужны были какие-то вот как раз новые способы, как обратить внимание на какой-то товар, чтобы человека максимально заинтересовать. И вот если мы вернемся как раз к истории рекламы, что, собственно, первая реклама – это была печатная реклама, и когда стало понятно, что стандартные объявления в газетах работают уже плохо, то есть человек к ним привык, как раз был придуман формат нативной рекламы, когда очень известный человек Джон Дир, его компания, кстати, существует, насколько я знаю, до сих пор, он продавал, знаете, все, что нужно для сельского хозяйства. Всякие там лопаты, удобрения, что-то еще. И вот он понял, что было бы здорово в газете завести собственную колонку с какими-то полезными советами, как бы мы сейчас, наверное, сказали современным языком, с некоторыми лайфхаками. И он, рассказывая о том, как там что-нибудь вырастить быстрее, попутно упоминал свои лопаты, свои удобрения и так далее. То есть нативная реклама – это вот как раз ответ на такую вот блокировку у потенциальных покупателей в отношении каких-то стандартных форматов продвижения. Эффект рекламы мы все-таки можем превозмочь. Конечно, да. Мы про это отчасти уже говорили, да, чем более опытным, чем более таким прошаренным, да, становится потребитель, тем, конечно, больше у него возможности распознать рекламу, в том числе нативную, да, и, ну, соответственно, заблокировать ее в своей голове. Спасибо вам большое. Я думаю, что очень было бы здорово, если бы мы могли поговорить немного о книгах на эту тему, по которой мы можем узнать чуть больше, чем сегодня мы успели обсудить, потому что тема очень обширная, разумеется. Какую литературу вы бы посоветовали в первую очередь по этой теме? Да, я согласна, что в рамках небольшого подкаста обсудить все, что касается рекламы, нативной рекламы, продакт-плейсмента, это просто не представляется возможным. Вот, поэтому наши зрители, конечно, могут посмотреть какие-то книги интересные. Если бы меня спросили про мой личный топ-3, что почитать про рекламу, про маркетинг, то первая книга, которую я бы 100% порекомендовала, это, конечно же, книга Дэвида Агилви. Она, в принципе, так и называется, «Агилви о рекламе», и она может представлять практически интерес абсолютно для широкого круга читателей, потому что Дэвид Агилви, он там делится своим практическим опытом. Он достаточно известный человек в рекламной индустрии, я бы даже сказала сильнее, он такой, знаете, мастодонт, примерно как Генри Форд в автомобилестроении или Адам Смит в экономике. Вот, то есть его знает каждый рекламщик, каждый маркетолог. Вот. А вторая книга, которую я бы порекомендовала, это, наверное, был бы Мартин Линстром, книга, которая называется «Биологи. Правда и ложь. Почему мы покупаем?». И эта книга является бестселлером как в Европе, так и в Соединенных Штатах Америки, и в России, кстати говоря, тоже. Чем она интересна? Тем, что там как раз рассматриваются некоторые психологические аспекты воздействия рекламы и вообще, в принципе, различных маркетинговых инструментов на покупателей, в том числе с точки зрения нейромаркетинга. Вот, это тоже такая отдельная, очень интересная тема. Вот. И, наверное, третья книга, я бы сказала, что можно почитать книгу, которая называется «Звезды в рекламе», вот, потому что она, знаете, она маленькая, суперинтересная, жизненная, и будет интересна тем, кто, например, интересуется, почему выбрали тех или иных звезд для рекламы, какой от этого был эффект, в чем, в принципе, риски и выгоды от использования селебрити в рекламных коммуникациях, какие вообще у этого направления перспективы. В общем, книга читается максимально легко, поэтому тоже вошла бы в мой топ-3. Спасибо вам огромное, мне было очень интересно, я думаю, что нашим зрителям тоже. Взаимно. Мне было радостно прийти сюда к вам на встречу, и я действительно очень бы хотела, чтобы те, кто посмотрит этот подкаст, послушают, заинтересовались маркетингом, рекламой и пошли учиться этому. Этому обязательно. Спасибо большое. Спасибо.